Ребята, всем привет! Вы, как обычно, на канале Евгений Радист. Сегодня будет вообще необычное, очень необычное видео. Вы давно его упросили. Мы все уже знаем, что за китайские репитеры приходят штрафы. Я показывал документацию. В этом, кстати, видео мы тоже увидим в кадре скриншот по решению Роскомнадзора, по которому выписан штраф и отключен китайский репитер. И самое интересное, мы сравним. Я вам покажу того самого китайца, который многие из вас покупают по незнанию, а продавцы по своей наглости продают вам китайские репитеры, которые страшнейшим образом создают помеху в сотовые сети. По сути дела, их глушат. И мы поставим на этом месте нормальный репитер, нормативный, у которого есть сертификат Минкомсвязи. И вы, наконец-таки, друзья мои, увидите эту разницу. Будет просто мега интересно. Кто не подписался, подписываемся. Ну, а мы вперед. Поехали. Так, вот на этот кронштейн мы повесим, установим нашу антенну. Здесь уже выведен кабель. Заказчик пока попросил оставить кабель от предыдущих монтажников. Мы его, конечно, прозвоним, проверим. Антенна у нас будет вот такая, панельная. Мы такой антону возили в университет, показывали ее характеристики. Очень хорошие характеристики антенны. Чем она нам здесь интересна? Тем, что здесь такой, как бы, угол, да, получается, вот этой, как ее правильно назвать, даже не знаю, ну, вход, наверное, типа какой-то, значит, крылечко, да, и дом. И нам нужно так, чтобы антенна работала в секторе 90 градусов. Такая антенна, как раз, нам отвечает этим требованиям. 90 градусов она работает на нижних частотах, и чем выше частоты, тем уже сектор. На верхних частотах 2700 МГц, если память не изменяет, около 60 градусов. Устанавливаем и проверяем ее юстировку. Вот таким образом у нас установлена антенна. Обратите внимание, что она немножечко поднята вверх, потому что, опять же, это сектор. Мы находимся на уровне буквально двух метров от поверхности земли. А базовые станции у нас наверху, на, как правило, в городе ОДН, опор двойного назначения. И это буквально чуть выше фонарей, да, освещения. А там тоже секторные антенны. У них сектор еще уже вертикальной плоскости. Потому что мы работали с этими секторами, нам приходится антенну немножечко поднимать вверх. Ну, а сейчас в кадре потолочную антенну, которую устанавливали предыдущие монтажники, антенна простенькая, но более-менее ее хватает. Ну, и, собственно, вот оно само чудовище. По-другому не назовешь. Даже без всякой аттенюации, хотя аттенюатор не поможет. Фонит он ужасно. Но самое главное, коммутация. Поставили сплиттер на три разъема, на три выхода. Задействовали всего два. Причем одна кабельная трасса короче другой. Так вообще нельзя. Я установил, пока временно подвесил вот так аккуратно, нормальный репитер. 200 милливатт на канал, три диапазона 1800, 2100, 2600. Поставил сразу аттенюатор на 10 децибел с тем, чтобы дополнительно ослабить сигнал, исходящий в сторону базовой станции. Нажал кнопочку «Авто» и жду, когда пройдет автоматическая настройка. Меня немножко смущает подскакивание шкалы на диапазоне 1800. Сейчас будем разбираться. И вот оно, деление правильное. На короткое плечо у нас идет дополнительное ослабление сигнала. А на длинное плечо ее нет. Вот она, антенна. Я показываю вам анализатор электромагнитного излучения. Показываю уровни. Норма у нас в России на излучение 10 микроватт на сантиметр квадратный. Но, как вы понимаете, даже поднося прибор почти вплотную, у нас нет вредного для здоровья излучения. Вот сейчас я хожу по залу. Кстати, я бы рекомендовал, и я порекомендовал клиенту эти антенны в будущем заменить на более прогрессивные потолочные антенны, у которых побольше коэффициент усиления, получше диаграммы направленности. Вот показываю, что сам прибор ничего не излучает. Показываю, что он включен сейчас. Вся система работает. Давайте немножечко посмотрим в другом помещении. Это примерно метров 20 в сторону. Тут около 30 метров кабельная трасса марки 5DFB. Слава богу, хоть 50 Ом, а не 75 от телевизора. Примерно те же уровни. То есть мы сигналы поделили хорошо. Вот такие пространства. Большие площади. Сейчас я беру в руки анализатор спектра частот. И показываю вам сигналы, которые дает комнатная антенна на расстоянии около 10 метров. Сигналы очень хорошие на всех диапазонах. Хотя, еще раз повторяю, я бы здесь все-таки рекомендовал потолочные антенны более современные. Если хотите узнать, какие, напишите комментарий. Я дам ссылку, посмотрите. Эти антенны просто в два раза эффективнее, хотя не намного дороже. Давайте уйдем из анализатора спектра, уйдем из программы анализатора спектра частот. И загрузим приложение, например, популярное CellMapper. Вы его все знаете. Кто не знает, опять же, пишите комментарий. Я дам ссылку. У меня есть буквально 50-секундный видеогайд, в котором я показываю, как пользоваться этим приложением. Оно всегда помогает, первоначально, находясь на улице, понять, на каких частотах и с какими уровнями у нас сигналы. Ну, как видим, здесь внутри помещения сигналы хорошие. А теперь выходим на улицу. Я вам показываю оплинки. То, что идет от нашего репитера в сторону базовой станции. Вот я стою непосредственно в локации в секторе нашей антенны на небольшом удалении. Эти короткие всплески, это сигналы, это звонки, которые идут из подвального помещения. Немножко приближаюсь, я показываю. Неплохо. Но я бы, честно говоря, сигналы еще дополнительно ослабил, поскольку небольшое возбуждение есть. И мы сейчас это, собственно, и сделаем. Вот смотрите, я заменил аттенюатор 10 дБ, в данном случае на 15 дБ. Ослабил сигналы. И вот тот же самый частотный диапазон, та же самая локация. Я просто сбегал в подвал, все это быстренько сделал. И уже все четко. У нас просто вот эти пиковые сигналы узкополосные, которые идут от смартфонов через наш репитер в сторону базовых станций. А сам репитер, ничего, никаких возбуждений нет. Это правильная нормативная работа. Сейчас я нахожусь в помещении, подвесил вот этого уродца китайского. Обратите внимание, на всех каналах полная шкала. Абсурд. Такого здесь нет. Просто китайский репитер, короткое замыкание, так выразимся. Найте вам красивую шкалу. И давайте посмотрим, какие у нас сегодня. Вот такой, друзья, ужас. Смотрите, как прыгает полоса. По этому репитеру дали предписание от компании Телли-2. Роскомнадзор дал предписание на демонтаж этого репитера. Дал штраф. В полосе 800 МГц. В полосе 800 МГц. Но он еще, друзья, фонит. Я уже это сам выяснил. Вижу, вам показываю. И на диапазоне 900 МГц. То есть фон просто страшный. Не должно быть такого. Вот смотрите. О, кошмар. Это ужасно. Это ужасные сигналы. Они очень сильно мешают. И вот сейчас клиент показывает графики. Я их в конце видео прикреплю. Это то, что дали со стороны дверщи. Теперь заходим опять в помещение. Вот он, урод. Даже внутри помещения, ребята. Даже внутри помещения ужасная помеха от комнатных антенн. Возбуждение сильнейшее. Даже при правильной коммутации. Понимаете, какая ситуация. На экране наша телеграм-группа. Вариус, нижнее подчеркивание, ЛТЕ. Это открытая группа. Эта связь не лично со мной. Это наша группа. Там много подписчиков. Заходите, мы обсуждаем. А этому репитеру дизлайк. И вот он, первый скриншот на один частотный диапазон. И вот он, второй скриншот на второй частотный диапазон. Помеха. Возвращаем нашего нормально работающего репитера. Репитера возвращаем. И пользуемся. Вот так, друзья. Все мы с вами увидели. Китайский репитер создает страшнейшую помеху. Причем он ее создает. Обратите внимание, что полные шкалы приемов. Это просто картинки. Просто картинки на этом репитере. Почему он такой дешевый? Потому что там нет фильтров. Фильтры самые дорогие в сотовой связи. Мы разбирали, смотрели. Я вам в университете показывал. Профессиональные фильтры. Это очень-очень дорогая вещь. Следовательно, когда вы приобретаете репитер без сертификата Минкомсвязи, вы заведомо, стопроцентно создаете помеху в сотовую сеть. Обращаю ваше внимание, что в том месте, где, в той локации, где установлен данный репитер, в прямой видимости базовых станций нет. Потому что некоторые думают, да я в глухой деревне, у меня до базовой станции далеко. То же самое, если есть связь с базовой станцией, хоть 30 километров помеха туда приходит, шумы приходят, и базовая станция затыкается. У меня на канале есть видео, в тайгу к людям приезжали за 70 километров. Обычно базовая станция работает 35-36 километров, а в отдаленных районах, крайний север, таежные районы и так далее, приморские районы бывают, базовые станции открывают на 70 километров. Так вот, даже там, даже там, через две недели приехали представители ГРЧ, а нет, вру, ГРЧ не приезжали, они сняли удаленно помеху. Приехали представители Роскомнадзора с полицией и выдали предписание сразу со штрафом. Так что не рискуйте, не соблазняйтесь. Если кто-то говорит, что да у меня уже три года работает, я верю, и три-четыре года может работать, сейчас другие времена. Когда вы создаете помеху, вы можете создать на гармониках помеху в ФСБ, в МВД, то есть параллельно где-то вылетает сигнал, и вы глушите, и тогда будут большие неприятности. Поэтому я вам желаю всего самого доброго. Не создавайте проблем себе и не создавайте проблем окружающим. Используйте нормальные, нормативные репитеры, и даже их, если вы в городе, дополнительно поджимайте внешними аттенюаторами. Всем добра! Продолжение следует...